Здравствуйте! Ритейлеры опасаются дефицита спиртного в России. Как рассказали известием в ассоциации компании розничной торговли, аккорд многим магазинам могут приостановить лицензию. Дело в том, что в 2019 году власти получили право отслеживать неоплаченные штрафы торговых сетей через единую систему казначейства. То есть тем, у кого из долги чиновники смогут моментально приостановить лицензию. В таком случае магазины не могут продавать алкоголь в течение одной-двух недель, пока не завершилось разбирательство. Как рассказали специалисты аккорд, в разных регионах страны уже зафиксировано около десятка случаев, когда магазины временно лишались возможности продавать алкоголь. Сети жалуются на ошибки в системе, которая выдает давно погашенные штрафы за неоплаченные, из-за чего уже не раз были случаи приостановки лицензии. Без доступа к кредитам могут остаться 30 миллионов россиян. Это может произойти из-за нового предложения ограничить выдачу займов для тех, кто тратит на выплату по долгам больше 50% от семейного дохода. Если законопроект будет принят, банкам придется проверять, сколько зарабатывает заемщик и сколько он тратит на погашение займов. Проблема в том, что многие вообще не имеют официальных доходов, а значит по новой схеме кредитов им просто не выдадут. Так, по разным оценкам, в России от 13 до 22 миллионов неофициальных самозанятых, чья деятельность не подвластна контролю, а доходы официально не учитываются. Напомню, в конце февраля глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил ограничить выдачу займов россиянам, если на их погашение будет уходить более 50% ежемесячного семейного заработка. Ожидается, что законопроект внесут Госдуму во втором квартале. Эксперты выяснили, сколько в среднем тратят российские водители на заправку своего автомобиля. По данным агентства Автостад, 42% респондентов тратят более 4 тысяч рублей ежемесячно. Примерно каждый пятый ежемесячно на эти цели выделяют из своего бюджета от 3 до 4 тысяч рублей, а почти каждый шестой от 2 до 3 тысяч рублей. Более чем у 15% это укладывается в сумму от 1 до 2 тысяч рублей. Самая малочисленная категория, около 5%, тратят в месяц на заправку автомобиля менее 1000 рублей, говорится в сообщении агентства. Ранее глава ФАС России Игорь Артемьев заявил, что рост цен на бензин в 2019 году не превысит уровень инфляции. Он отметил, что цена на нефтепродукты за последнее время очень сильно изменилась и на мировых рынках сложилась благоприятная для России конъюнктура. Краевые власти закупят 15 наушников с радиосвязью за 1 миллион 200 тысяч рублей. Согласно сайту госзакупок, всего предполагается приобрести 15 гаджетов. Стоимость каждого устройства составит 84,5 тысячи рублей. Согласно техзаданию чиновникам требуются противошумные наушники с возможностью передачи внешних звуков. Противошумные наушники применяются на строительных объектах, в горнодобывающей промышленности, в ремонтных мастерских, в металлургической промышленности, в машиностроении. Лоукостер Победы с 6 июня открывает маршрут из Перми до Батуми. Выполнять рейсы лоукостер планируют до конца сентября, по вторникам, четвергам и субботам на воздушных судах Boeing 737-800. Стоимость билета в одну сторону на 8 июня на момент записи нашей программы составляла 8 418 рублей. Рейс будет влетать из аэропорта Большой Савина по вторникам, четвергам и субботам в 20.55 и прилетать в международный аэропорт Батуми в 22.30, сообщили в пресс-службе аэропорта. Курс доллара, установленный Центробанком на 5 марта, составляет 65,79 рубля, курс евро 74,74 рубля. Удачи в делах!